Друзья, приветствую вас на своем канале Словении с Хельгавайт. Сегодня мы направляемся в город Цели. Это третий по величине город Словении, и сегодня там проходит крупнейшая юбилейная бизнес-выставка. И мы хотим поехать посмотреть, какие есть идеи для бизнеса, какие есть направления развития бизнеса, и хотим поделиться ценной информацией с вами. Ведь так много людей хотят переехать в Словению и размышляют, в какой же сфере им развивать свой бизнес. Вот мы и приехали. Посмотрите, за моей спиной находится вход на выставку. Все парковки абсолютно заняты, людей очень много. Сегодня здесь проходит 55-я юбилейная бизнес-выставка. Пойдемте. Билеты стоили 18 евро на всю семью. При входе мы встречаем флаги участников выставки. Даже китайцы. Мы зашли в первый павильон, и здесь представлены разные интересные конструкции окон. И посмотрите, какая удобная москитная сетка. Вау! Чик! Вот так вот. И электрические жалюзи. В Словении остро стоит проблема кражи велосипедов. И посмотрите, какое интересное решение. Закрытая парковка для велосипеда. Сейчас нам покажут, как закрывается. Ух ты! Ага, такая механическая. И на ключ. Какое здоровское решение для мусора. Раз так отодвигается, и туда бачок с мусором вставишь. Классные штуки для разведения огня. Сразу же хочется костер развести. 350 евро стоит. Посмотрите, какие крутые входные двери с подсветкой. Приходишь вечером домой, прикладываешь палец, и по отпечатку заходишь в дом. Смотрите, какие прикольные входные ручки. Здесь в темноте, чтобы вы видели свою ручку. В Словении развит туризм. И посмотрите, продают вот такое оборудование для готовки на открытом воздухе. Здесь популярны открытые кухни, где собирается много людей и едят на свежем воздухе. Посмотрите, какие-то разные штуки. Посмотрите, для картошки фри штуковина. Здесь продают домашнее вино, шампанское, игристое вино. И посмотрите, там внутри такая штучка, она взбалтывает вино, чтобы активировать пузырьки. А секрет кроется вот здесь. Здесь такая штука, которая на магните заставляет штучку прыгать. 25 евро стоит. Посмотрите, сколько же здесь вредных конфет продается. Просто рай для ребенка. Смотри, какие красивые. Смотрите, здесь продают вот такие вот электрические мотоциклы. Сам мотоцикл стоит 2190 евро, но государство возвращает 300 евро. Если вы приобретете мотоцикл именно электрический. Такой маленький одноместный автомобиль. Он тоже электрический, разгоняется до 45 километров в час. Стоит 6900 и государство вам вернет 1000 евро. Здесь даже позаботились о маленьких гостях. Посмотрите, какая прикольная детская площадка. Но на самом деле они ее просто рекламируют. Они производят детские площадки и их продают. Стоит один элемент, другой элемент, третий элемент. Цена 1500 евро. Ага, 1500. Так, папа составит это скупо. Все это скупо и 4500 евро. Ага. Все вот эти три элемента стоят 4500 евро. Ну, круто, конечно. Смотрите, на этой выставке мы встретили наших знакомых. Они занимаются робототехникой. Мой сын ходил к ним в кружок робототехники в Пионерский дом. И вот они тоже участвуют в этой выставке и рекламируют свой магазин. Давай, фетку. Фетку, да. Посмотрите, мы на выставке встретили нашего соотечественника Евгения. Привет, Евгений. Привет. Вот. Часто спрашивают, чем заниматься в Словении. Вот, пожалуйста, Евгений представляет ферму, которая производит солнечные батареи. Расскажи сам. Мы представляем в Словении как генеральный дистрибьютор компанию «Свата». Они производят системы для хранения энергии от солнечных батарей и для обеспечения энергии целого дома. Вот. Так что хорошая система, инверторы, аккумуляторные батареи для хранения различные. И самое главное то, что для славянцев мы не предлагаем фиксное решение, да. Мы всегда смотрим, что нужно конкретному человеку. И предлагаем им точное решение конкретно под его дом. Сколько стоит участие в этой выставке? Сколько она дней проходила? Выставка проходила пять дней. Пять дней. Значит, мы взяли павильон 15 квадратных метров. Мы взяли его буквально за три недели до начала выставки, потому что мы приняли решение участвовать буквально за три недели. Стоимость павильона, значит, с учетом коврового покрытия, там, мебели, розеточки, 3600 евро мы отдали с НДС, с ДДВ. Желаю тебе удачи в бизнесе. Ладно, спасибо. Смотрите, мы здесь встретили девушку, она работает психологом в Любляне, и она придумала такую игру, в которую можно играть со своими близкими. Бывает сложно выразить свои чувства или подобрать слова, чтобы попросить помощи от своих близких. И ты можешь выбрать подходящую карточку и карточкой показать, что ты чувствуешь. Или ты хочешь как-то поблагодарить, или ты хочешь попросить помощи, или ты хочешь показать, за что ты ценишь своего близкого человека. И она вот придумала набор таких карточек. Оставлю вам ссылку в описании под этим видео. Встретили... Встретили... Обычно, говорите, вот, Золо. О-о-о-о, то есть Золо приятно. Обычно стоит 180 евро, но сейчас скидка... 9,70? Да, да, да. 79 евро по акции. Производитель этих массажеров в Хорватии. Хорватия, хорватский производитель. Мы удержались, и мы тоже купили себе этот массажер. Потому что дети каждый вечер просят, чтобы я делала им массаж. А с массажером будет легче. Ага, хвала. Ага, хвала. Смотрите, какие крутые ножницы, которые могут толстую ветку... Ага. Трансизоны – это солнечная энергия. И здесь повсюду представлены разные солнечные батареи разных производителей. По-разному они выглядят. Но суть у них, в принципе, одна. Здесь даже наш славянский пепестрел выставляется. Здесь даже выставлен тренажер, обучение, пилотирование. Здесь на выставке продают 3D-принтер. Он делает различные детали и стоит 1500 евро. Я не очень хорошо вижу, и меня очень заинтересовал этот стенд. Они делают операции на глаза, и здесь представлены три методики. Самое первое поколение, потом более новое и совсем новое поколение. Видите, как раньше делали? Срезали верхнюю часть глаза и лазером формировали линзу. А сейчас делают просто маленький надрез. Я спросила, сколько примерно будет стоить операция на оба глаза. Примерно будет стоить 3500 евро. Они продолжают работать по трем разным методикам. И, видимо, самая старая методика будет дешевле, а самая новая будет дороже. Посмотрите, какие крутые торты пекут люди. Здесь они рекламируются на этой выставке и предлагают попробовать свои изделия. Саш, хочешь попробовать? Да. Рекламируется славянская ювелирная компания из Менгеша. Представляете, какие красивые они делают украшения. Они имеют свою академию и можно даже пойти к ним, научиться и делать вот такие вот произведения искусства. Из драгоценных и полудрагоценных камней. Мне больше всего понравилось вот это кольцо. Оно из бриллиантов и стоит 4500 евро. Здесь рекламируется самая крупная страховая компания Словении Треглав. Правда, им реклама не нужна. Смотрите, какой современный тренажер, который обучает будущих травосеков пилить деревья. На этой выставке очень много представлено от славянского государства. Словенское государство внедряет очень много всяких разных современных технологий в жизнь Словении. Смотрите, какая интересная кровать для релакса и чтобы лучше спать. Ну-ка, попробуем. Это возвращает тебя в младенчество, когда мама укачивала тебя в люльке. Стоимость этой кровати 3800 евро. Между прочим, это славянская фирма и они зарегистрировали свой патент. А это аналог нашей Алисы, которая так полюбилась некоторым зрителям. Иди вперед. Но здесь слишком шумно, он не понимает. Все, пошел, пошел. Придумали вот такого робота, и вы можете его использовать в своем бизнесе. Например, он может помогать вашим клиентам отвечать на вопросы. Покрутим европейское колесо удачи. Ага, петь. Если у вас есть своя территория, то вы можете купить себе такой джакузи. У них есть огромный каталог всяких разных джакузи. И именно вот этот джакузи стоит 11000 евро. Ого. Какой крутой джакузи. Мы сначала подумали, что он надувной, но на самом деле внутри него пена, которая используется в авиастроении. И он очень хорошо держит тепло. Посмотрите, вот как реклама показывает, что можно зимой в нем купаться среди снегов. И такой джакузи стоит 8000 евро. Смотрите, этот прекрасный джакузи можно даже поднять себе в квартиру. И господ предложил нам искупаться. Но я не взяла с собой купальника. Такой импозантный господин продает эти джакузи. Посмотрите, какой крутой девайс для стяжки. Ого. Ничего себе. 8000 стоит. Здесь представлены не автозаки, как вы могли бы подумать. Это представлены автодома для экстремального туризма по бездорожью. Вот это вот самый популярный дом на всей выставке. Давайте посмотрим, как там внутри все обустроено. Ну-ка. Интересно. Где-то должна быть скрыта постель. А, ничего себе. Там еще. А, вот так поднимаешься и там постельное место. Прикольно. А здесь? А, а здесь? Здесь кладовка. Кладовка. А где туалет? А туалет, наверное, вот здесь. Туалет. Кладовка. Мира поделена о нашем МОСове наградном квизу на Радио Эна. Подарили мы электричный скиров. Посмотрите, какой крутой автодом, который устанавливается на пикап. А здесь известный славянский производитель вина. А легко туда пробовать ваше вино? Вот. Сейчас я заплачу. Два евро стоит. Продегустируем. Вкусно. Не удивило, на этой выставке даже рекламирует себя полиция Словения. И они дают очки. Вот эти очки они симулируют, как будто бы у меня в крови 2 промилле алкоголя. И я их должна надеть и попробовать пройти. И как я? О, мой бог! Взайм я просил. Ого! Что-то нет, не, 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 не тресно. Смотрите, здесь представлены образцы оружия, которые имеют славянские полицейские. Полиция должна иметь оружие каждый день, когда патрулируют город. Видите, как интересно. Вот. Меня сначала удивило, почему здесь представлена славянская полиция. Я их спросила, и они сказали, как реклама, чтобы такие молодые парни хотели стать полицейскими. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, надеюсь, что вам было с нами интересно. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok